Уже до дыр засмотрели «Нет пути домой» и ждёте цифровой выход мультивселенной безумия? Бродите по этой земле в поисках чего-нибудь яркого и уникального? Хотите, чтобы вас заметили и запомнили? Тогда ловите сайт, с которым вы сможете это сделать! На все майки богатый выбор принтов для одежды и аксессуаров. Все тематики регулярно пополняются. Зацените новые принты по Супермену. А ещё здесь 25 тысяч других принтов по кино и сериалам. А также более 150 тысяч принтов разных тематик. А на конструкторе вы сможете создать одежду со своим принтом. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании. И используйте наш промокод на скидку 15%, который ещё и суммируется с акциями на сайте. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! В мире супергероев наступило затишье. Не мудрено, ведь очень странные дела пацаны и Оби-Ван Кеноби сожрали инфополе. И конкурировать с ними бессмысленно. Эти сериалы мы разбираем на нашем канале не спойлер. А здесь в ближайшие пару минут мы поговорим о новостях супергероики, которые остались за кадром. Они очень интересны, ведь фильм о фантастической четвёрке столкнулся с проблемами. Стражи Галактики с новыми лицами, а Морбиус с пост-иронией, которая сделала фильм хитом. В общем, устраивайтесь поудобнее и дайте знать в комментариях, хотели бы вы видеть разборы сериала о Мисс Марвел. Потому что у нас ожидания от него немножко пессимистичные. Это не Стражи Галактики 3, которые обещают стать прекрасным фильмом. Ведь Джеймс Ганн – это всегда приятные актёры и семейная атмосфера. Режиссёр не изменил себе и на этот раз, притащив нового друга из старого проекта. Им стала Даниэлла Мельхиор, исполнительница роли Крысолова в «Отряде самоубийц». Фильм дал актрисе дикий буст популярности. Даниэллу уже взяли в «Форсаж 10». По слухам, дамочка появится в одном из следующих фильмов DC. А теперь к делу подключилась и Марвел. Даниэлла и Джеймс Ганн совместно анонсировали участие актрисы в «Стражах Галактики 3». И нетрудно догадаться, что, учитывая популярность девушки, роль будет не такой уж и маленькой. К сожалению, точными деталями и именем персонажа никто не поделился. Джеймс Ганн предпочитает хранить секреты фильма. Но инсайдеры провели небольшой анализ кандидатур и прикинули, кого Даниэлла в фильме может сыграть. Самая популярная кандидатура – «Мун Дрэгон». Хотя бы потому, что слухи о появлении персонажа были еще осенью. Более того, уже тогда в списке кандидатов была Даниэлла Мельхиор. Джеймс Ганн все опроверг, но мы же помним, как Марвел официально опровергала, что «Мстители 4» будут носить заголовок «Финал». Раз данные о кастинге актрисы оказались верны, возможно, и вторая часть слуха полугодичной давности тоже верна. Кто такая Мун Дрэгон? Это Хизер Дуглас, родившаяся на Земле. Ее родителей случайно убил Танос, и девушку забрали на Титан, где обучили способностям телепатии и телекинеза. Настолько сильными, что с их помощью она смогла контролировать разумы целой планеты, останавливая войны. Или, к примеру, зачаровать Тора, сделав его своим бойфрендом. В общем, персонаж могучий. Изюминка в том, что позже раскрылось, что разум погибшего отца Хизер перенесли в тело Дракса. И таким образом, технически, она является его дочкой. Так что потенциал для появления в «Стражах Галактики 3» уже есть. Да и в политику Дисней героиня вписывается отлично. Ведь в современных комиксах «Лунный дракон» предпочитает девушек, одной из которых является Квазар и еще одна героиня, которую может сыграть Даниэлла Мельхиор. Это весьма интересный персонаж расы Крии. Зовут дамочку Филавелл, и в комиксах она дочь оригинального капитана Марвелл. Забавно то, что в киновселенной он уже появлялся с измененным полом. В фильме с Бриларсон Марвелла сыграла Аннет Беннинг, так что можно сказать, что дорожка ее дочери, Квазару в киновселенной, уже проложена. Способности Филы Велл огромны, и она находится на уровне с Адамом Ворлоком, с которым, собственно, Филавелл, будучи Квазаром, частенько сражалась. А один раз даже погибла. Учитывая большую роль Адама Ворлока в Третьих Стражах, конфликт здесь тоже напрашивается. Да и как не вспомнить, что Джеймс Ганн открыто говорил о желании добавить в Стражей Галактики Квазара еще перед выходом второй части. Более того, режиссер называл персонажа выбором номер один для будущих проектов. Собственно, время будущих проектов настало. Еще одно косвенное подтверждение — факт переговоров Marvel с Дженнифер Лоуренс. Дело было в 2020 году, и инсайдеры заявляли, что киновселенная ищет актрису большого калибра на роль в Третьих Стражах. С Лоуренс не срослось, и, судя по всему, ее роль досталась Даниэле Мельхиор. Не верится, что дамочку вроде Лоуренс хотели взять для эпизодического появления. Так что теория о Квазаре или лунном драконе в Третьих Стражах выглядит весьма солидно. Ну а для тех, кто не верит в эпичность и предпочитает более приземленные и реалистичные варианты, есть еще один. Еще до увольнения Джеймса Ганна из Marvel были данные, что в Третьих Стражах появится разумная выдра Лила, подружка-енота-ракета из комиксов. Это стыкуется с заявлениями режиссера о большой роли енота в фильме. Озвучивает ракету Брэдли Купер, а следовательно, и на роль подружки надо позвать кого-то солидней. Так что, возможно, Даниэлла Мельхиор в фильме появится лишь в качестве голоса Лилы. Официальный анонс последовал уже после завершения съемок. И в целом можно приплести, что Даниэллу взяли в фильм уже на постпродакшене, просто чтобы озвучить выдру. В общем, варианты есть на любой вкус, от эпичных до самых консервативных. Главное, что актерский состав Стражей Галактики 3 впечатляет. К сожалению, дела другого фильма гораздо хуже. Варайти поделилась целой прорвой закадровых инсайдов о фантастической четверке. Начнем, пожалуй, с хорошего. И он в том, что фильм является приоритетом Марвел. Кевин Файги лично работает над тем, чтобы фильм вышел отличным. Для этого идут поиски лучшего режиссера из возможных. Джастин Кролл, инсайдер и автор портала, добавляет, что Файги понравилось работать с Сэмом Рейми. Он дал ему много свободы, и, несмотря на то, что фильм в итоге порезали, опыт признан позитивным. Босс Марвел, по данным портала, вошел во вкус и хочет, чтобы то же самое было с фантастической четверкой. То есть, именитый режиссер, которому можно доверять и не проверять его работу ежедневно. А потом просто сесть, посмотреть, да порезать конечный результат, как понравится. А еще лучше, чтобы и резать не пришлось. В связи с этим возникает забавная ситуевина. На бумаге у Марвел такой режиссер был, и он даже официально был анонсирован создателем фантастической четверки. Речь о Джоне Уотсе, который почти одновременно с релизом «Мультивселенной безумия» ушел. Такое совпадение родило теорию о том, что Уотс был против Джона Красински. Якобы его уже взяли на роль, и поэтому режиссер оставил пост. Изюминка в том, что Красинский и сам своего рода режиссер. Он снимал тихое место и весьма неплохо справился. Так что фанаты тут же заявили, что дело было не в уходе, а в смене режиссера. Якобы Кевин Файги взял Красински на роль и отдал ему кресло создателя фильма. К сожалению, данные варайти слух опровергают как минимум на 50%. То, что Красински взяли на роль, и это привело к уходу Джона Уотса, еще возможно. Но режиссером фантастической четверки Красински, скорее всего, а-а, не будет. Данные портала говорят, что у Марвел нет не то, что кандидата, но даже расширенного списка режиссеров-кандидатов. И это действительно плохая новость для тех, кто ждет фильм. Мало того, что с Красински никто не договорился, но даже замены Уотсу нет и в ближайшее время не предвидится. Ведь даже переговоры о деталях вести не с кем. А то, что Файги ищет именитого режиссера, делает проблему только хуже. Известные режиссеры, ребята занятые. И даже если с кем-то договориться, настанет время мучительного согласования графиков, что снова перенесет фильм. В одном из прошлых роликов, составляя ориентировочное расписание киновселенной, мы ставили фантастическую четверку на 2024. С новыми новостями это все еще возможно, но маловероятно. Должно случиться чудо, чтобы нашелся знаменитый режиссер с кучей свободного времени. Впрочем, быть может, Марвел плюнет да договорится с Красински. Будем на это надеяться, а пока разве что порадуемся тому, что к разработке фильма подходят с максимальным вниманием. Ведь в противном случае может получиться еще один Морбиус. Этот фильм стал живой легендой и классическим примером того, что бывает, когда студия гонится за деньгами. Вообще, мы по-прежнему не считаем фильм таким уж отвратительным. Если убрать предрассудки, Морбиус – обычное кино на один раз под попкорн. И прямо караула уровня очень страшного кино в нем нет. Беда в том, что в наше время никто предрассудки не убирает. И Морбиусу от сообщества здорово досталось. Уже после кассового провала и сбора 170 миллионов в прокате, фильм Джареда Лето стал главным героем мемов. Каждый кадр разбирают на ТикТоке, преувеличивая его бессмысленность. А на Твиче стримеры даже устроили марафон, включая Морбиуса, и выжидая, когда каналу прилетит бан. Рекорд – 3000 показов. И в ходу появилось даже выражение «морбиллион долларов», символизирующее кассовый провал, который сменился мемностью. Все зашло настолько далеко, что ирония переросла в постиронию. И появились целые сообщества, которые требуют сиквел. В Дискорде есть сразу несколько каналов, посвященных фильму. И насчитывают они десятки тысяч активных пользователей. Даже Джаред Лето не обошел их стороной, посетив кинотеатр, где проходила сходка. Пранк и не думал останавливаться. И 17 мая, в день цифрового релиза, Морбиус взлетел на первую строчку в чартах продаж Apple TV. И занял аналогичную позицию в десятке разных стран. Теперь уже непонятно, был ли фильм провальным. Ведь в наше время цифровые продажи могут удвоить и утроить кассу. У капитализма с такими историями разговор короткий. Пиар есть пиар, и неважно, белый он или черный. И Sony это поняли, и шустренько вернули Морбиуса для повторного показа в кинотеатрах. В общем, происходит нечто сюрреалистичное. И, честно говоря, более интересное, чем хайп, который Марвел пытается нагнетать вокруг сериала о Мисс Марвел. У него появилось много трейлеров, кадров и деталей. И, строго говоря, придраться не к чему. Вспоминая трейлер «Женщины Халк», Сиджай в Мисс Марвел смотрится неплохо. Да и к подростковому сериалу претензий быть не может. Но все же это чуть ли не первый проект, где киновселенная сработала исключительно на детскую аудиторию. До этого Кевин Файги всегда пытался делать проекты интересными для всех поколений. Особых ломающих раскрытий, пасхалок и сюжетов в сериале точно не будет. Разве что тизер на Капитана Марвел 2, где Мисс Марвел примет участие. Это здорово, но довольно сомнительный повод для детальных разборов. Поэтому мы будем рады вашему мнению по этому поводу в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!